Доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Пермансер, и это новое видео по игре Final Fantasy Tactics. Приятного просмотра! В предыдущей серии мы закончили задание в пустыне Зеклауса и отправились в замок Игрос. В Игросе мы получили немножечко по шапке за то, что ушли спасать Маркиза, но, по крайней мере, нас поблагодарили за спасение Маркиза. Ну и по сути всё. Я ещё говорил, что я за кадром немножко форманул, я форманул и напялил на всех теперь все шмотки, какие должны быть. Напяленные, так скажем. Выучил. Чёрным магам у нас такую магику, как Огонь 2, ну и по сути всё. Ладненько, давайте отправляемся в форт воров. Но он нас ждёт, скажем так, наше следующее задание там. Отправляемся туда. Так, мы можем с собой взять четверых, да? Баскирк, Хойслер и Елена. Всё, пойдёт. Так, форт воров. Ну, давайте посмотрим, что нас здесь ждёт. Я думаю, нас здесь ждёт каких-нибудь воров, куча целая, да? Раз вор, два вор. Связь с главным подразделением прервалась. Боюсь, это конец. Никогда. Должен быть выход. Мой брат. Мой брат переоценивает себя. Враг атакует. Рамса, я обязан тебе и жизнью, и спасением Маркиза. Я останусь с тобой до конца. Окей, ладно. Убить Мелюда. Ладно. Победить Мелюда, так победить Мелюда. Дель это выходит первым, да? Ну, как обычно, собственно. 30 урона. У него стабильно всё. Стабильный урон. Он стабильно выходит. Я не удивлён. Так, Мелюда вышел вперёд немножко. Или вышла. Вышла. И жрец. Надо жреца убивать. Он нас атакует магией. Мне это не нравится. Интересно, что у воров за страшные такие заклинания есть. Разного рода. Да и вообще, надо их осмотреть немножко сейчас будет. Кто они, что они, с чем их едят. Я вижу, что Делли-то уже закидали камнями. А, ещё один вор есть, оказывается. Давид. Сныкался за углом. Так, ладно. Отмена хода. Что у тебя есть? У тебя есть белая и чёрная магия. Посмотреть, какая у тебя магия есть, я не могу ничего. Его дам. Окей. У тебя что? Украсть боевые навыки. Не нравится мне вашу украсть. Так, ты что из себя представляешь? Та же украсть и что-то там ещё. А Мелюда в конечном итоге что из себя представляет? Боевые навыки, заряд, парирование, смена одежды и Т-1. А она, кстати, получше нас одета. Перчатка сил какая-то есть. Ладно, я понял. Ну, верните меня назад на Рамзу. Начинаем наш поход. Так, надо оторвать лицо жрица. Ну, или жрицу. Скорее всего, жрица. 54 урона. Отлично. 10 эксп, 19 работы. Рамза получил уровень. Окей. Второй рыцарь. Отрываем лицо до конца жрица. Всё, минус жрица. 21 экспа. Там, по-моему, было и 14 работы. Так, сюда переходим. Ходить этот чудил уже не будет. Поэтому в спину ему закидываем стрелу, усиленную третьим зарядом. Так, ну и маг у нас что-нибудь тоже накрутит весёлого. Я думаю, чёрная магия, обычный огонь. Ага, так мы заденем своих. А так мы заденем Делету. Делета сильно от этого не обидится, я думаю. Тем более, они там с Алгусом или Аргусом друг друга могут подхилить на крайняк. И заряд третий добивает этого лучника. Отлично. 22 экспы и 14 работы. Я думаю, Делета от этого не обиднеет. Поэтому пофиг. Так, Мелюда. Вылезло оно вот это вот, да? И жрец ходит. Делета, что будешь делать? Подготавливает спецатаку. Интересно. Только не говоришь, что ты будешь что-то использовать? Нет? Ага, минус Делета. Мы можем его поднять, но нужен ли он нам в отряде? Интересно. Так, у нас ходит Рамза, да? Мы лучника, точнее не лучника, а вора можем забрать? За пару атак всего. Нет, не можем. Не есть хорошо. А ко второму вору будут вопросы у нас? Он в защиту встал, кстати. Контрол-толчок. Ну, мы тебя толчком и бить-то не собирались. А, вот так даже, да? Приятный молодой человек, приятный, ничего не скажешь. Заряд 3. Не достаю, да? Да, одной клеточкой не достаю. Давай перейдем. Я надеюсь, что теперь достану. Да, достаю. Отлично. Так, и Хойслер, давай переходим. Я надеюсь, что ты отсюда достанешь. Черная магия. Огонь 2. Не знаю, почему хочу Огонь 2. Хочу всех спалить. Огонь 2 используется. 37, 29. Ну, хоть какой-то урон. Заряд 3. 24 урона. Баскир получил левел ап. Аргас, ну-ка, давай. Исполняй что-нибудь. А чё ты прячешься-то куда-то? Странно. Обычная атака на 15 урона неприятно. Ну, хотя бы магию никакую не использую. С кем вы себя возомнили? Мы не ваши вещи. Мы люди, такие же, как и вы. Между нами нет разницы, кроме фамилии. Ты когда-нибудь чувствовал голод? Когда-нибудь ел один бобовый суп долгими месяцами? Почему мы должны дохнуть с голоду, чтобы вы жрели? Мы крадем вас и убиваем вас, это верно. Но только потому, что вы дворяне. Отбирайте у нас наше право на жизнь. Вы люди? Что за бред? Ты принадлежишь нам с того момента, как твой ублюдочный отец громадился на твою грязную мать. С первого мгновения, как ты выползла в этот мир? Облитая грязной кровью, простолюдинки, ты стала нашей двуногой скотиной. Жри свой суп, сиди в грязи и молчи. Ай, сиди в грязи и молчи. У вас нет права что-либо менять. У вас нет права задавать мне вопросы. Кстати, кто это сказал? Кто так решил? Это воля небес. Небес? Бог никогда не говорил этих слов. Ты сваливаешь на него собственную подлость. Ни одна зараза не имеет такого права. Мы все равны в глазах бога. Люди. Да? А, люди да. Но у скотов нет бога, у скотов есть хозяева. Ларва. Честно сказать, я максимально не согласен с таким персонажем, как Аргус. Вот прям максимально не согласен. У него такие очень страшные, непонятные взгляды на все это происходящее, что у меня слов нет. Скотина та еще на самом деле. Украл шлем. Вот козела. В наш шлем украли стальной. Ну и ладно. Давайте вот это у жреца положим. Наконец уже. 36 урона. Ну, я думаю, маг ее добьет. А зачем нам мага ждать, если мы можем вот так вот добить ее? Угу, отлично. 20 экспы, 17 работы. Окей. Лучник, 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 лучник. Ты отсюда вряд ли стрелять будешь. Насколько ты вообще можешь стрелять? От своей точки. Основной. Через три клетки. Ой, точнее, через две клетки. То бишь, если я сюда отойду на две клетки, то я все равно не смогу в нее стрелять. Ладно. Окей. Ой. Не-не-не-не-не-не. Никакой автобитвы. Вообще. Давай вот сюда вот отойдем. Акт, заряд. Третий. Вот сюда. Нормально. 62% это, конечно, немного. Но хоть что-то. Здесь мы отходим вот сюда. Акт. Черная магия. Давай. Огонь 2. Не, все равно я его не могу попасть. Ну и ладно. Тогда бьем вот у этого. Бьем по юниту. 37 урона. Неплохо. 10 экспы, 17 работы. И заряд. Третий. Баскир получил уровень работы. Окей. Ну и правильно. Вора надо бить сзади. Никто не спорит. Он что-то там получил. По-моему, уровень работы, если я не ошибся. Ну что, добиваем эту штуку. Мелюду. Да, почему нет? Все. Мелюда побеждена. Елена получила уровень. Задача выполнена. Сложите оружие. Сдайтесь, и мы пощадим вас. А могли бы и не задаваться, а продолжить битву. Ну ладно. Так. Задание выполнено. 3300 гилей. 700 гилей сверху. Плюс железный меч и бронзовый щит. Окей. Окей. Ну давай, убей нас. Мы же просто скотина. Так забей нас. Ты настолько нас ненавидишь? Рамза, убей ее прямо сейчас. Она твой враг. Враг Бео-Львов. Ты понял? Твой враг. Она неудачник. Предатель. Неудачников нельзя оставлять живых. Она не имеет права жить. Если мы не убьем ее, она убьет нас. Мы не можем жить в одном мире. Убей ее, Рамза. Своими собственными руками. Убей. Убей. Что ты сказал, Делита? Ты с ума сошел? Она не скотина и не вещь. Просто человек, как и мы. Просто женщина. Ты предаешь нас? Ты тоже? Я так и знал. Жалеешь? Даже убить нормально не можете, уроды. Чума вас возьми вместе с вашей жалостью. Ты мой враг до тех пор, пока ты Бео-Лев. Не забудь об этом. Да-а-а-а. Делита, мы... Что мы сделали? Да что с тобой такое, Рамза? Я надеюсь, он уйдет. Очень сильно на это надеюсь. Мне он конкретно так не нравится. Я его, честно говоря, даже ненавижу больше. Замок Играс. Зальбаг. В то же самое время, Бригада Смерти атакует замок. Желая убить Десидарга. Однако, своевременное появление Зальбага сорвало их планы. Бригада вынуждена была отступить. Окей. Пусти меня! Прекратите! Отпустите меня! Быстрее! Больно! Отпусти мою руку, брат! А, нет. Больно! Отпусти мою руку, брат! Вот так вот. Ларва, уходим! Ты в порядке, Альма? Альма. Я, да, но Тета... Я знаю. Брат. Я жив. Что, Сальма? Я здесь. У тебя... У тебя кровь. Никогда не думал, что они посмеют прийти сюда. Они пытались меня убить. Пятеро убитые. Тета похищена. Идите за ними. Поверните все. Но найдите их. Переверните все и найдите их. Тебе нельзя сейчас говорить. По-моему, он умрет, да? Бригада смерти. Ублюдки. Брат! Эй, есть здесь кто-нибудь? Нет там никого. А жаль, на самом деле. Жаль. Да, очень странная штука. Ну что, у нас вариантов, кроме как, возвращаться в Игрус нет никаких. Их больше. Плюс надо шлем купить. Который нам сломали. А точнее, у нас его свистнули. Мне сообщили, что ты уничтожил одно из укрытий наших врагов. Хорошая работа. Хотя отпускать женщину было глупо. Остальное сделают за Альбак. Ты можешь отдохнуть. Не беспокойся. Это не такая уж и серьезная рана. Тета, что будет с Тетой? Как только база будет найдена, за Альбак их раздавит. Что ты сказал? Бригада смерти разваливается. Число дезертиров, способное пополнить их ряды, незначительно. Виглов будет пойман. Теперь только вопрос времени. Тета, ты предашь Тету? За нее не бойся, я все спланировал. Мы не станем атаковать, пока Тету не вернут. Это точно. Я никогда не брошу Тету. Она мне как сестра. Окей, ладно. Подожди, Делита. Ты куда идешь? Успокойся. Ты смеешься? Как я могу быть спокоен? Ты не знаешь, где она. Не трать по-по-понапросто... По-напрасну время. По-напрасну? Она моя единственная сестра. Вспомни, что сказал Дейси Дарк. Он никогда не оставит Тету. Поэтому не надо. Я не могу дышать. Прости, Рамза. Тебе не больно? Нет. Кашляет. Никогда не верю этому слову. Никогда. Ты говоришь, что мой брат лжет? На его месте я никогда бы не стал бы тратить время, спасая какую-то простолюдинку. Что ты сказал? Я сказал, что никогда не стал бы рисковать судьбой сражения. Ради одной простолюдинки. Да и ради сотни тоже бы не стал. Это меня удивляет. Правильно. Так ему. Он как бы это... Напросился на это сам. Прекрати, Делита. Отпусти меня. Ларва тебя возьми. Рамза, отпусти меня. Хе. Простолюдины всегда одинаковы. Тебе никогда не стать дворянином. Не стать больше, чем ты есть, Делита. Тебе нет места в нашем мире. Ты всю жизнь будешь лизать сапоги. Биолев и Рамза, Каналья. Пока что этим занимаешься только ты. И успешно. Достаточно, Делита. И ты тоже, Аргас. Рамза, разве ты не видишь? Он не один из нас. В твоем окружении не должно быть такого человека. Прими это. Ложь. Он мой друг. Мы как братья. В том-то все и дело. Ты сын прославленной благородной семьи. У тебя не может быть таких друзей. Они как пятна грязи на твоих сапогах. Я уверен, что твои братья бы со мной согласились. Пора тебе повзрослеть, Рамза. Ух и свинья ты, Аргус, блин. Не все дворяне уроды вроде тебя. Я верю, Рамза. Убирайся. Я не хочу больше тебя видеть. Не говори так. Мы же друзья. Или ты забыл? Я не стану повторять сгинь с моих глаз. Их база это Форт Зигден. Так мне сказал твой благородный брат. Конечно, там неплохая защита. Поэтому атаковать их с фронта ты не сможешь. Единственный способ зайти со спины. Удачи, мой мягкосердечный друг. Сделай все, что можешь. Прочь. Да. У меня нет слов. Честное слово. Слов у меня нет. Это очень странно. Ого. Форт Зигден. Плато Пеналии. Линалии. И равнины Фовахам. Окей. Окей. Так. Ну, первым делом давайте зайдем в магазин. Зайдем в примерочную. У кого там что у нас пропало? Ага, вот. Железный шлем надо закупить. Окей. За тысячу. Что еще вы тут заимели? Пока нас не было. Да, ничего, по сути. Ну да. Больше у них ничего нет. Я бы на самом деле нашел бы такую вещь, как восстановление маны. Очень штука удобная, наверное. Ну да ладно. Так. Выходим отсюда. Мне очень интересно в группе одна вещь. Так. Умение. Учить. Химик, ты умеешь учить высокое зелье? Умеешь, но не сейчас. Я понял. Блин. А эфиров у нас еще пока нет. Не открылись. Жаль, жаль, жаль. Автозелье. Смена одежды. Преимущество. Кинуть предмет. Искать предметы. Понятно. Маг. Что ты у нас умеешь изучить из магии? Молния вторая. Да изучай, пожалуйста. В следующий раз лед второй изучим. Так. Как жрец ты ничего выучить не сможешь. Как монах круговой удар, он тебе не нужен по сути. Как лучник заряд у тебя выучен, рыцарь. Тебе тоже ничего не надо по сути. Ладно. Тогда это нам не интересно. Кстати. Я тут неожиданно узнал о том, что у нас есть некоторые новые роли, какие как вор, маг времени, монах. Напишите в комментариях, пожалуйста, как вы считаете, есть ли смысл нас кого-то там прокачивать в какую-либо работу в данный момент. Просто очень интересно. Я сам вот не знаю, как бы, поэтому спрашиваю у вас. Я хочу назад в форт воров вернуться. Это что, месиво будет сейчас, да? Только не говорите, что это будет месиво, пожалуйста. Я не готов драться, не хочу. А, нет. Музычка другая заиграла. Окей. Красиво. Где-то Тэта тоже смотрит, как садится солнце. Может быть. Не волнуйся, Дэлита. Я уверен, с ним все будет хорошо. Я чувствую себя на чужом месте. Довольно давно. Ты думаешь о том, что сказал Аргас? Я думаю, что есть вещи, которые не изменятся. Как бы я ни старался. Не говори так. Если приложить достаточно усилий... Я смогу стать генералом. Если приложу достаточно усилий, я хочу спасти Тэта своими руками. Но ничего не могу сделать. Я чувствую себя... Ничтожеством. Помнишь, как отец научил нас играть на тростниковых дудочках? Ну, явно, дети мало еще. Ну, собственно, почему бы и нет. По сути-то, почему бы и нет. Нас прервали чисто, чтобы поговорить. Я понял. Ну, ладно. Так, форт воров. Интересно. Так, стоп. Оно же выглядит как город. Почему я не могу им воспользоваться, интересно? Не, я думал, тут город. Типа мой... Ага, подраться решили, да? Ладненько, тогда сделаем небольшую паузу. Сейчас вернусь. Так, ну, я победил. Это было легко. Очень легко. Так, теперь давайте зайдем сюда в магазин, посмотрим, что они здесь предлагают. Так, по сути, ничего умного они не предлагают. Эфир они продавать все равно не хотят. Ну, ладно, окей. Так. Во-первых, я хотел бы здесь сохраниться, как минимум. Поэтому давайте здесь первым делом сохранимся. Так, не здесь, а вот тут. Бурот магии Гриланд. Плато Пеналий, да? Ну, давай туда. Посмотрим, что нас там ждет. Так, кого мы еще возьмем? Возьмем мы опять Баскирка нашего лучника, Хойслера мага, Рыцаря и еще одного Рыцаря. Ну, какая разница, как они будут стоять, собственно, и неважно. Поставим так. Линане... Плата, да? Платоа. Плато Линалии. Окей. Или Пеналии, Линалии. Линалии, скорее всего, не Пеналии, как я прочитал изначально. И эта дорога перекрыта. Нам не уйти. Забудь о революции. Позволь нам сложить оружие и сдаться. Еще не поздно. Уж лучше сдохнуть здесь, чем сгнить в тюрьме. Не говоря уже о том, что сдавшихся попросту повесят. В назидание. Победить это единственный способ выбраться отсюда. Уничтожить Мелиду опять. Мелюда. Точнее. Мелюду. Где ваш Виглов? Куда вы спрятли Тету? Тета? Тета и дворянки, что забрал Гологрос. Тета не дворянка, а моя сестра. Она не имеет никакого отношения к этому. Держать ее в заложниках бессмысленно. Пожалуйста, верните мне мою сестру. Вот как? А когда вы, дворяне, вернете нам все, что забрали у нас? Мы с самого начала просили вас, чтобы вы возвратили нам то, что и так принадлежало нам по праву. Но нет. От вас не дождаться ничего, кроме слов. Вы брали и брали. Пока мы не взялись за мечи. Брось. У меня нет причин возвращать ее тебе. Я. Я. Ясно. На нас сразу с мечами. Понятно. Так, Мелюда закрылась за спинами рыцарей своих. Так, маг спустился вниз. Жрица времени, я так понял. Да, это маг времени. И еще один маг спустился пониже. Использовал заклинание. Но я так не увидел куда и на кого. Скорее всего, это заклинание куда-то вот сюда. Ой, точнее, куда-то вот сюда, либо вот сюда. Неприятно. Надо магов вырубать и вырубать жриц всяких. Я уверен в этой битве. Ладно, давайте попробуем. Мужество. Кинуть камень. На, только в рыцаря, я понял. Тем более, не попадая в нее. Плохой ход был с моей стороны. Ну ладно. Давайте куда-нибудь сюда зайдем. Активность, обычные навыки. Кинуть камень. Давай, в лицо камнем. 5 хп. Отлично. 9 экспы, 17 работы. Окей. Давай, второй рыцарь куда-нибудь вот сюда. Обычные навыки. Кинуть камень. В мага. Отлично, попадаем даже. Откинули его назад. Лучник. Блин, вот куда он использовал магию? Вот сюда или вот сюда? Просто для меня это немножко сейчас важно. Ну ладно, давай вот так. Активность, заряд. Заряд третий. В лучника попаду? Попаду, но не хочу в лучника. Хочу в мага. Давай заряд по магу. А вот маг у нас в не очень выгодном положении находится сейчас, да? Куда ты отсюда можешь ударить? Самое максимальное четыре клетки от себя, да? То бишь раз, два, три, четыре. Я же правильно посчитал? Да, у него четыре клетки. Значит он бьет куда-то вот сюда. Это максимальное его положение. Он стоял вот тут. Раз, два, три, четыре. А, он бьет сюда. С этой точки. То бишь мы спокойненько можем зайти вперед Делиты. А мы не можем туда зайти. Он ударил вот сюда магией. Мы можем за Делиту встать, но он нам это ничего особо не даст, получается. Черная магия. Огонь два. Ну если только рыцарю ударить огнем два. Но я не хочу огнем два тогда бить. Слишком много мана он съедает, а у нас не так ее много. Давайте тогда вот так. Использовать. Окей, молния. 39 уронов. Угу. Молния два. Да, я правильно посчитал. Делитит только прилетела. Окей. Магу 32 урона влетело в лицо. Делита, что делать дальше будешь? В лицо идешь, да? К рыцарю. Отлично, что? Урон пока наносим, уже хорошо. Меллида вышла, да? Мелюда, точнее. Маг, ты что делать будешь? На нашего мага. Причем я уверен, он пытаться будет атаковать нашего мага. Целиком и полностью. Замедление на... Рамзу закидывают. И дальше продолжают лупить Делиту, да? С помощью заряда, я так понимаю. Так, мы можем этого мага завалить? Можем. Минус маг. Отлично. Так, мы пожертвовать можем Делиты, но надо ли нам оно? Даже не знаю. Так, сейчас по Делите прилетело, но прилетело не так сильно. А, защита. Хотел сказать, вот сейчас он отъедет, но он не отъехал. Так, маг, ты что делать будешь? Скорее всего по Делите бить, да? Это что за магия такая? Она действует на линию. Не понял сейчас юмора. Ладно, Жрицу Времени пока бьем. Магия, которая бьет по линии. Не есть хорошо. Так, ну главное, она не ускоряла... Жрица не ускоряла... ...наших соперников как таковых. Значит, магии быстро не будет, да? Окей. Так, лучник, заряд. Понятно. Передвижение тогда. Вот сюда. Атака с зарядом. Заряд 3. Так, в кого нам лучше что будет? Сюда. Или вот сюда? Наверное, вот сюда. Окей. Маг, а ты давай с этой линии отходи. Куда-нибудь вот... А, сюда я не могу отойти. Значит, сюда. Активность. Черная магия. Давай огонь. Плохо видно, блин, карту. Вот так. Да, сюда. Что у тебя за магия? Разрушение природы, собирающееся в пламя. Огонь. Отлично. Опять только на Делету попали, поэтому... Нормально. Мы переживаем это. И это спокойно сейчас, в данный момент. Так. Мы еще подпалили жопу. Милюди. Заряд 3. Отлично. 32 урона влетело. Я не могу сейчас умереть. Не во время революции. Я солдат бригады смерти, и я не отступлю. Да тебя никто и не просил. А, нам в лесу магу бьют теперь. Зря я так близко подошел. Хотя это спецатака. Мы, может быть, даже и все хорошо провернуть сможем. Так. Маг в защиту ушел. Блин, нет. Серьезно? Маг защитился? Дважды причем? А, он неплох. Так у нас еще и рыцарь защитился от магии, которая замедляет. Великолепно просто. Тупо лучшие ребята у меня. Я по-другому не назову их. Так, магия. На кого? На мага, опять-таки. Так, нам надо мага вырубать. В первую очередь. Заскакиваем сюда. Атака. 60 урона. 108 урона. Все. Минус маг, значит, мы можем уже не бояться магии. Так, что мы еще можем сотворить веселого? Наверное, вот этого добить, рыцаря. Чтоб он нам тоже глаза не мозолил. Блин, не добили. Смотрите-ка. У тебя сколько? 51 хп, у тебя 78 хп, да? Заряд. Заряд плюс 3. Не получается так. Значит, отходим на клетку назад. Да, отходим на клетку назад. Атака, заряд. Заряд третий. Вот сюда. Отлично. Заряжаем атаку. Хойслер, ты давай, наверное, за стеночку отходи. Атака. Черная магия. Молния вторая. Вот сюда. Да. Молния вторая быстрее зарядилась. Отлично. Бам, 43. Бам, 42. 10 хп, 18 работы. Окей. Замедление закончилось. Минус еще одного рыцаря убили. Ты говорила о революции? Неужели она настолько необходима? Это наша вина. Мы заставляем вас страдать. В этом все дело. Правда говоря, что невежественно само по себе грех. То, что тебе кажется правильным, это всего лишь то, что ты видишь, Рамзе Биолев. А видишь, ты далеко не все. Рыцари Смерти и Биолевы сражались во вместе во время 50-летней войны. Теперь мы сражаемся друг с другом. Это не твоя вина и, наверное, не моя. За нас решили другие. Но пока ты дворянын, пока ты Биолев, пока все не изменится, ты враг Бригады Смерти и мой враг. Зря ты так. Так, давайте вот это вырубаем, товарищи. Чтоб она больше не накидывала свои дебафы. Всякого непонятного непотребства. Я солдат Бригады Смерти и я не отступлю. Да, у тебя этого никто уже и не просит. Опусти меч, милюда. Ты ничего не добьешься. Давай положим оружие, прекратим бой и поговорим. Должно же быть какое-то решение. Мы найдем его, я поговорю с моим братом. Нет, с герцогом Ларгом поговорю. Поверь мне. Хватит играть словами, меня тошнит от этой лжи. Я не лгу. Понятно. Милюда вообще не собирается ничему верить. 42 урона. Переживет ли он? Он в защиту уходит просто. Блин, максимально защищается от всего. Он просто красавчик. Это не маг, это, блин, я не знаю. Это убер сальдат. Это убер сальдатен. По-другому его не назовешь. Он просто великолепен. Это лучший маг. Просто все, все отразил. Все, что мог отразить, отразил. Такие атаки закрывал. Точнее, сам закрывался от таких атак. Я не знаю. Я его хочу вкачать в какого-нибудь великого мага. Я вспоминаю, вот в финалке, получается, в любой из частей, ну почти в любой, в начальных как минимум, сколько их там, в начальных четырех, да, четырех, наверное. Был такой класс, белый маг, потом был класс, черный маг, и был класс, красный маг. Вот если здесь есть красный маг, я бы хотел его вкачать. Нашему черному магу. Вот очень сильно хотел бы его вкачать. Он просто, блин, красный маг давал возможность пользоваться оружием. Там, мечами всякими, с чем-нибудь таким. Я бы очень хотел это сделать, на самом деле. Маг этого заслуживает, именно этот. 20 экспы, 18 работы. Брат, прости, я тебя подвела. Почему? Почему все должно было так случиться? Ларва, кто я такой? Что я делаю? Кем я стану? Да. У всех появились какие-то в головах непонятные вещи. Так, мы получаем 3,5 тысячи гилей, 1000 гиль сверху, шелковую робу и боевую обувь. Блин, мы могли ее не покупать, получается. Ну ладно, окей, пофиг. Закуплено уже было, значит, так и должно быть. Так, плата пенали, линали мы уже завершили, поэтому давайте сохранимся, да и закончим на этом сегодня. Так. Блин, зачем я сохранил следующий слот? А, да какая разница. Ничего страшного. Ну а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok